У тех, кто еще не определился с желанием пойти в армию для прохождения срочной службы или сделать военное ремесло своим делом жизни, теперь будет больше времени для принятия решения. Правительство Российской Федерации поддержало законопроект, меняющий границы призывного возраста. Призывать на срочную службу в армии начнут с 21 года до 30 лет. Те, кто хочет уйти в армию раньше, в 18 лет, сможет сделать это в добровольном порядке. Закон будет вводиться поэтапно. Подробнее о нововведении рассказывает наш корреспондент. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала закон о повышении призывного возраста. Его предлагают поднять до 30 лет. В настоящее время с воинского учета призывников снимается около 80 тысяч человек, достигших 27-летнего возраста и не прошедших обязательную военную службу. Значит, призвать их на срочку уже не могут, но они остаются на воинском учете запаса. Из них около 30 тысяч человек, по данным военного ведомства, не прошли службу, не имея на то законных оснований. То есть попросту откосили от армии. Однако без последствий такое обычно не остается. Мужчины, которые обошли армию, зачастую могут забыть о карьере в авторитетных компаниях, государственных или муниципальных учреждениях. Службе в силовых структурах. Однако после принятия нового закона многие еще успеют исправить ситуацию. Мы решили узнать, как на этот закон отреагировали жители Твери. Я считаю, что правильно. Конечно, армия у нас должна быть сильной. На спецоперацию у нас люди отвлекаются. И, скорее всего, те люди, которые будут призываться в связи с увеличением призывного возраста, они, наверное, не будут туда посланы. Они, скорее всего, займут места тех, которые отосланы на специальную операцию. Я думаю, что это правильно, потому что, как раньше принимали с 18 лет, это, наверное, слишком рано. Мне кажется, что молодые люди в таком возрасте еще не до конца осознают свою деятельность. Если сдвинуть этот срок на 22 года, то, в общем-то, так получается более осмысленно и, может быть, более эффективно. В 18-е они никого не забирают. Люди учатся до 20 лет. А там, что, год, время подумать, куда пойти в армию. Потому что там же задают вопрос, куда хочешь поступить. Служить. Не все захотят вообще служить. Кто-то может выбрать для себя лучшую часть. Может быть, все-таки более взрослые люди уже более ответственные будут. У 21-го это правильно. Чем больше, я считаю, что правильно. В 18 лет еще они дети вообще. Поэтому 21 лет правильно. Напомним, что этот закон депутаты Госдумы внесли на рассматривание в марте 2022 года. В конечном итоге было определено, что к 1 января 2026 года возраст призывников составит от 21 до 30 лет. Но к этому планируют двигаться постепенно. В 2024 году мужчины будут призывать на службу в период 19-30 лет. А в 2025-м 20-30 лет. При этом россияне, достигшие 18 лет в 2023 году, могут попасть на военную службу ранее наступления призывного возраста. Если захотят и подадут заявление в призывную комиссию. Также военную службу по желанию могут пройти и пребывающие в запасе граждане в возрасте 27-30 лет, которые ранее ее не проходили, не имея на то законных оснований. Своё мнение о нововведении высказал заместитель председателя Тверской городской думы, майор гвардии воздушно-десантных войск Алексей Арсеньев. Повышение призывного возраста просилось уже давно. Во время своей службы четко понимал, что молодые люди, пришедшие сразу после школы, по сути дела, наши особенно воздушно-десантные войска, еще не совсем понимали, куда они попадают, что необходимо делать. Законодательная инициатива должна положительно повлиять сразу на несколько аспектов. Исключить явку школьников и студентов военные комиссариаты для получения отсрочки, сократить траты федерального бюджета на организацию и проведение медкомиссий для призывников. А это в среднем 639 миллионов рублей в год. Также закон должен позволить молодым людям гарантированно получить среднее общее, среднее профессиональное или высшее образование.